Девственница 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 Музыкальное оформление Рамула Гарриев Оператор Рафаэль Марин Режиссер Тони Родригес Девственница 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 Кроме того, вы акционер журнала. Давайте говорить прямо, инспектор. Вы расследуете покушение на Маурисио де Лавега. И раз вы пришли сюда, значит, я являюсь одним из возможных причастных лиц к этому покушению, верно? Нет, ни в коем случае. Я не хотел сказать, что вы подозреваетесь в попытке убийства. Тогда я ничего не понимаю. Вы пришли не поэтому? Тогда почему? Там Рафаэль, я пойду к нему. Дорогой, зачем тебе это? Он играет, медсестра хорошо заботится о нем. Все в порядке. Я хочу немного побыть с ним, он наш сын. Еще будет время, дорогой. Мы только приехали. Я хочу его увидеть. Я пойду к нему. С ребенком все хорошо, с этим я могу справиться. Но здесь Дезире, и она явно кокетничает с Маурисио. Этот номер у нее не пройдет, я не позволю ей разрушить свои планы. Как я уже сказал, я не хочу отнимать у вас время. Но я подумал, что вы можете дать мне информацию о врагах, Маурисио. Я? Конечно. Вы его тесть и компаньон. Вы должны хорошо знать окружение Маурисио. Инспектор, давайте сразу расставим все точки над И. Я никогда не скрывал, что ни в одной из этих ролей, ни как тесть, ни как компаньон, я не чувствовал себя с Маурисио хорошо. Это правда. Правда, которую нужно принять. А теперь я хочу дать вам совет. Не теряйте со мной свое время. Я бы вам порекомендовал уделить больше внимания жизни самого Маурисио. Что вы хотите сказать? Инспектор, давайте говорить прямо. Если вы здесь, очевидно, кто-то, возможно, сам Маурисио сказал вам, каким жестоким я могу быть в вопросах бизнеса. Да, да, я не стану отрицать. Хорошо. Тогда я должен сказать, что он тоже может быть очень жестоким. Маурисио жесток? Да. А почему вы удивляетесь? Может, вы знаете его лучше меня, или вам что-то известно, что неизвестно мне? Тогда поделитесь. Нет, просто вы первый человек, который так говорит о Маурисио. Было бы наивно с вашей стороны думать, инспектор, что о вопросах бизнеса Маурисио не устраивает всевозможных ловушек. Например? Например? Например, странное исчезновение его лучшего друга и компаньона, сеньора Франциско Рохаса. Вы слышали о нем? Нет. Да. Я так и думал. Я так и думал. Ну что ж, я введу вас в курс дела. Маурисио был должен Франциско крупную сумму денег. Ему было очень выгодно, чтобы Франциско Рохас исчез необъяснимым образом. Если бы этого не произошло, Маурисио же обанкротился бы, а журнал закрылся. Я понятно вам, это объяснил господин инспектор. Сеньор, сделайте мне ананасовый сок и принесите вниз, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Боже, какое лицо было у Карлоты. Злое. Конечно. Я бы тоже разозлилась, потому что Маурисио мужчина. А ни один мужчина не устоит от желания посмотреть на меня. Как хорошо, что люди из Майами появились так неожиданно. Лучшего предлога приехать сюда нельзя было придумать. Маурисио, как же я хочу тебя. Ты потрясающий мужчина. И, естественно, идеален для меня. На седьмом месяце ребенок уже сформирован. Теперь он будет развиваться, набирать вес и, разумеется, расти. Замечательно. То есть, если он родится сейчас, с ним ничего уже не случится, да? Никакой проблемы. Это не лучший вариант, но семимесячные дети выживают. С этим нет проблем. Как здорово. Больше всего я переживала, что он может родиться раньше. Но теперь ты можешь успокоиться. Нет никакой опасности. Медицина шагнула далеко вперед. Хорошо. Ты по-прежнему не хочешь узнать, мальчик это или девочка? Нет, доктор. Для меня главное, чтобы он родился здоровым. А пока я не хочу знать. Я хочу, чтобы это был для меня сюрприз. Ну, хорошо. Значит, ты здесь. Готово. Все хорошо? Да, все хорошо. Лучше, чем хорошо. Просто прекрасно. Настолько хорошо, что если он родится сейчас, не будет никакой проблемы. Он выживет. Ты боялась этого, дорогая? Да, потому что... Понимаете, поначалу я его отвергала. И думала потом, что Бог накажет меня за это. И я его потеряю. У меня все время снялись кошмары. Я никому об этом не говорила. Но вам могу сказать. Ну, что за мысль, дорогая? Бог не наказывает. Бог награждает. Я скажу тебе кое-что. У меня никогда не было детей. Но этот страх испытывают все беременные. Я всегда слышу эти опасения. Все ли хорошо? Все ли у него есть? Все ли пальчики? Родится ли он здоровым? Все ли на месте? Я думала, я одна такая. Конечно, нет, дорогая. А доктор уже знает пол? Да. Но я сказала, что не хочу знать. Нет, серьезно. Когда он меня спросил, я сказала, что лучше не нужно. Как вы думаете, Муриси хотел бы знать? Я не знаю. Вы не отвезете меня домой. Но если ты этого хочешь... Да, мне нужно кое-что сказать семье. И я хочу, чтобы вы меня поддержали. Держали. Если так, дорогая, я с тобой. Ради нашего блага мы с тобой будем подругами до конца нашей жизни. Ты и я. Мы будем подругами. Это будут наши женские секреты. Хорошо. Карлотта, что с тобой? Ты с ума сошла? Я не сошла с ума. Ты считаешь меня идиоткой? Почему идиоткой? Что я тебе сделала? Что я тебе сделала? Я приехала сюда с мужем, чтобы уладить свои проблемы. Я хочу с ним уединиться. Но ты ведь опять вмешалась. Карлотта, я не возвращаю тебя пощечину, потому что ты еще не поправилась после аварии. Я тебе сказала, что приехала, потому что твой муж должен подписать документы, которые привезли люди из Майами. Или ты хотела, чтобы они позвонили Маурисио и попросили его сегодня же вернуться в Каракас? Ну, конечно, так я тебе и поверила. Ты думаешь, я верю, что ты приехала к моему мужу, чтобы он подписал документы? А сама выставляешься перед ним в этом провоцирующем купальнике? Я выставляюсь перед твоим мужем? Нет, Карлотта, ты ошибаешься. Я надела этот купальник, потому что я привыкла ходить именно в таких купальниках. Так что оставь свою дурацкую ревность. Меня интересует только журнал. Я хочу его спасти. Ты прекрасно знаешь, что это единственное, что у меня есть, Карлотта. Работа в журнале. Я потеряла мужа. Или это большой грех спасти журнал. Пап, я так счастлив, когда я с тобой. Прекрасно, сынок. Я рад видеть тебя таким. Я не хочу, чтобы вы были с одной стороны, а я с другой стороны. Мы можем быть вместе каждый день. Конечно, можем. Мы ведь приехали, чтобы быть вместе. Конечно, сынок. А теперь давай прогуляемся. Идем. Идем. Карлотта, ты не представляешь, как мне больно от того, что ты мне не доверяешь. Или я не доказала тебе свою дружбу, предложив помощь в устранении Хуаны? Да. Предложила. Но предупреждаю, я не хочу, чтобы ты красовалась перед Маурисио в этом купальнике. Все, Карлотта, успокойся. Я бы никогда не увлеклась Маурисио, потому что он твой муж. Для меня это святое. Он последний мужчина, на которого я бы положила глаз. Надеюсь на это. Я хочу быть искренна. Хочешь, я скажу вторую причину, почему я здесь? Почему? Потому что сегодня будет сделана работа, которую мы с тобой заказали. И я не хочу быть там. Мне нужно алиби. И вообще я не хочу видеть, что произойдет с Хуаной. Закрой рот. Больше не говори об этом. Они идут сюда. Я не хочу, чтобы они это услышали. Я даже думать об этом не хочу. Ну, как вы, мои дорогие? Матрасы лежат там. Ищи там, в случае чего звание. Хорошо, пока. Что случилось? Твой брат не приходил? Он уже ушел. Серьезно? А чего ты ждала, мама? Он сидел тут, ждал. Но поскольку ты не спустилась, естественно, он понял, что ты не хочешь его видеть. И ушел. Это нормально и логично. Что ему еще оставалось делать? Ты хотя бы сказала ему, что произошло вчера? Конечно, нет. Ради бога, мама. Как я скажу ему такое? Это все равно, что связать его, чтобы он больше никогда не ушел из дома. Я не считаю, что это правильно. С моей точки зрения, это шантаж. И я на это не пойду. Я с этим не согласна. Послушай, послушай меня. Когда ты пришла в тот день пьяная, мне пришлось привязать себе руку, чтобы не дать тебе пощечину. Ты покорился, Мануэль Рамон. Посмотри, каким ты сделал свое любовное гнездышко за такое короткое время. Если так продолжишь, скоро запишешься на кулинарные курсы. Курсы кройки и житья. Флористики. Кто это может быть? Моя начальница не приходит в такое время. Открыть? Но меня здесь никто не знает. А тот, кто знает Анрикету, должен знать, что она возвращается поздно. Я настойчивый. Значит, знают, что я здесь. Ладно, ненадолго отвлекусь. Ладно, ненадолго отвлекусь. Да, Бранди, я говорю о купих, потому что ты знаешь мое отношение к делу. Да, Анрикета, поэтому... Не повторяй мне, пожалуйста, я все прекрасно поняла. Ну, сколько можно? Бранди, я буду повторять столько, сколько посчитаю нужным. Это не просто репродукции, они должны получиться безупречными. Я ясно объясняю? Да, Анрикета, я лично займусь этим. Спасибо тебе. И, пожалуйста, приложи сюда копию списка рекламодателей, попроси ее у Армандо. Он должен знать, где это находится. Я сделаю все, что ты скажешь, Анрикета, кроме последнего поручения. Я не могу попросить у Армандо список рекламодателей. Это невозможно. Почему, Бранди? Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Дело в том, что Армандо нет, он ушел. Армандо нет? Но он ведь знает, что у нас дел не в проворот, потому что Мауриси уехал. Он ушел и не сказал, куда. Я знал, что Анрикета на работе, и поэтому пришел поговорить с тобой. Ты меня прости, но нам с тобой не о чем разговаривать. Иша говорит одно, а тот, кто на нем едет, другое. Что? Спокойно. Не заводись. Я пришел не ссориться с тобой. Тогда зачем ты пришел? Я же сказал, я пришел с тобой поговорить. Но говори, только не слишком злоупотребляй временем. Не беспокойся. Это не такой сложный вопрос. Если ты быстро поймешь и сделаешь выводы, это займет пять минут. Начинай. Послушай меня. Тебе не кажется, что Анрикета совсем не для тебя? Она слишком высоко. Ты до нее не дотянешься. Даже если поднимешься на башенный кран. Я тоже не хочу говорить тебе такие вещи, но ты пойми. Здравствуйте. 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 Хуана, где ты была? Я была на консультации в больнице. Тетя Эва ходила со мной. Тетя? Она не твоя, тетя. Мам, подожди минуточку. Я попросила Эву пойти со мной, потому что хочу кое-что вам сообщить. Я приняла решение, и я хочу сказать вам о нем. Я решила, что не стану отказывать Маурисио в праве быть отцом. Что? Что ты сказала? Я не прошу у вас разрешения. Я просто вам сообщаю. Вам понятно? Нет, ну, с тобой просто скучно. Я тебе говорю об одном, а ты мне твердишь совсем другое. Может, ты не понимаешь, что у тебя осталось всего несколько дней совместной жизни с такой женщиной, как Энрике? Моему терпению есть предел. Ты мне угрожаешь? Неужели ты из тех людей, которые, когда проигрывают, заканчивают игру дракой? Это очень некрасиво, очень некрасиво. Откровенно говоря, лучше бы тебе... Я намеренно не использую грубые слова, которые бы подошли гораздо больше в данной ситуации. Мне кажется, что мы интеллигентные люди. Знаешь, ты урод, в данной ситуации слова не подходят. Здесь больше подходят кулаки. Точно известно, что мой ребенок от Моурисио. И что я выиграю, отказав ему в отцовстве. Ничего. Абсолютно ничего. А в будущем это травмирует ребенка. Поэтому я так решила. Поэтому ты так решила. И ты решила это сейчас. А как же боль, отчаяние, которое мы пережили. Как быть с этим? Интересно, какую сказку рассказал ей этот мужчина, что она приняла такое решение. Нет никакой сказки, бабуля, никакой. Я просто пришла от врача. Я была на консультации у врача, у которого была я в первый раз. Фуана Перес. Я умоляю тебя, как ты могла пойти к этому врачу? Ты забыла, что мы договорились пойти к другому врачу, потому что этот нам не по карману. Дело в том, что Моурисио оплатил все консультации. И роды тоже. И я только недавно об этом узнала. И только поэтому он станет отцом твоего ребенка. Это цена? Ты продолжаешь с ним встречаться? То есть вы встречались, а мы ничего не знали? Нет, нет, сеньора. Моурисио поручил Хуану мне. И именно поэтому... Значит, Моурисио поручил Хуану вам. А простите, кто вы такая, чтобы заниматься Хуаной? И кто такой Моурисио, чтобы кому-то поручать Хуану? Что это такое? Это неслыханно. Сеньор Моурисио Далавега – манипулятор. Ему удалось обмануть мою бедную внучку. Хотя она и считает себя взрослой. Она наивна, поэтому продолжает верить этому человеку. Ну все, бабуля, минутку. Давайте-ка все проясним. Я знаю, какую боль и какое разочарование вы пережили вместе со мной. Когда я узнала, что Моурисио – отец моего ребенка. И именно поэтому я привела Эву с собой. Я знала, что разговор будет нелегким. И попросила ее прийти со мной. Но не для того, чтобы вы ее оскорбляли. Мне интересно, с каких это пор Эва стала посредницей в этой ситуации. Когда она получила этот титул? Она получила этот титул, мама, в тот день, когда я забеременела от Моурисио. И если Моурисио нет, то его представляет Эва. Я надеюсь, ты поймешь, наконец, что если между тобой и Энрике это что-то было, то это умерло, закончилось. Мне все предельно ясно. Но ты должен кое-что понять. Ты думаешь, что она уже твоя, но игра только начинается. Это не твоя проблема. Так что забудь обо мне, а главное забудь об Энрике. Ты знаешь, какая это неприглядная роль – ревновать женщину, преследовать ее, когда она даже не помнит о твоем существовании. Продолжай верить в волшебные сказки простафиля. Больнее будет падать. И знаешь что? Когда ты очнешься, когда начнешь реагировать, я напомню тебе, что Энрике-то тебе не принадлежит. Тебе с ней даже не танцевать. Когда у Энрике-то откроются глаза, она даст тебе пинка. И ты сам знаешь, куда. Так что одумайся и выйди из игры. Эта женщина не для тебя. Знай свое место. Я не понимаю, что заставило тебя изменить свое решение, Хуана. Разве мы не договорились, что этот сеньор должен держаться подальше? Он не может отнять у тебя ребенка. Я вообще не понимаю, как это возможно, что ты позволяешь ему оплачивать клинику. Это что? Где твоя гордость? Куда все это исчезло? Ты права. Я пыталась сделать то, чем вы мне напоминаете. Но я изменила свое мнение. И что? Это грех? Нет. Но мы хотим знать, почему. Я поняла, что у них созрел какой-то план, когда они пришли сюда первый раз. Я знала, что это добром не кончится. Все было ясно по их лицам. Я понимаю, почему ты сегодня ушла и ничего нам не сказала. Они тебе совсем голову заморочили. Минута, сеньора. Здесь никто никому не морочит голову. Дело в том, что Хуана мудрая девушка, и она прекрасно знает, что лучше для ее ребенка. Она знает, что Маурисио будет хорошим отцом. Вот и все. Хорошим отцом? Мужчина, который обманывает, чтобы добиться своей цели, может быть хорошим отцом? Мужчина, который тебя обманул. Да, все, хватит, довольно. Я разговаривала с Маурисио. Впервые я поговорила с ним без посторонних. Он мне все объяснил, и я ему поверила. Очень приятно познакомиться, сеньора. Мне тоже. С вашего позволения. Какой воспитанный мужчина. Да, это так. На самом деле Камачо просто золотой человек. Садись. Спасибо. Рофея, я всю дорогу думала, и не могла понять, зачем ты позвал меня сюда. Эльвира, я хочу поговорить с тобой о твоем сыне Франциско. Как это возможно? Насколько я понимаю, все Деловега торговцы душами. Как вы могли воспользоваться наивностью этой девочки и купить ее? Вы злоупотребляете ее любовью к вам. Вы не видите, что она еще ребенок. Я думаю, Хуана, мне лучше уйти, чтобы вы могли спокойно поговорить. И прошу вас, пожалуйста, не судите ее так сурово. Лучше поучитесь у нее, потому что нужно уметь прощать. Нет, Эва, останьтесь, пожалуйста. Если хотите, ничего не говорите, только побудьте здесь. А я хочу, чтобы ты мне объяснила, Хуана, какую волшебную микстуру тебе дал этот мерзавец, чтобы так заморочить голову. Ты будешь спрашивать об этом? Оставь. Так какую же? Оставь, мама, пусть скажет она. Все, мама, я поговорила с Маурисио. Я поговорила с ним и поняла его. Вы верите в Бога, хотя ни разу его не видели. А я верю Маурисио. Какая умненькая, хороший отец. На самом деле, меня не интересует, нравится вам это или не нравится. Я не передумаю и хочу, чтобы вы это поняли. Для вашего спокойствия скажу, что все останется как есть. У него будет своя жизнь, у меня своя. Значит, у этой истории не будет счастливого конца, как в сказке, где все жили долго и счастливо. Хуана, Бог с тобой. Смейся, сколько хочешь. Я хочу только, чтобы вы признали, что Маурисио законный отец этого ребенка. Мне этого будет достаточно. Ты была очень мужественной, дорогая. Я тебя поздравляю. Мы потом поговорим. Сеньоры, с вашего позволения. Восемь месяцев, Рахелио. Восемь месяцев. Это слишком много для матери. Полиция совсем не продвинулась. Нет следов, нет улик. Ничего нет. Мы с тобой знаем, что у Франциско не было врагов. Что он был отличным парнем и благородным человеком. Слишком хорошим человеком, на мой взгляд. Почему ты так говоришь? Разве это не правда? Ты как мать прекрасно знаешь, даже лучше меня, что Франциско был слишком хорошим человеком. Да, конечно, я это знаю. Но ты так говоришь, как будто это имеет отношение к тому, что произошло. Именно. Поэтому я тебя и позвал. Я считаю, что Франциско хотел помочь близкому другу. И я подозреваю, что сделав это, он создал ситуацию, которая привела его к смерти. К гибели. Да что же это такое? Почему ты нам так платишь за то, что мы тебя защищали, за то, что были с тобой? Выходит, теперь они хорошие, а мы плохие. Значит, вы встречаетесь в то время, как мы беспокоимся о тебе. Как дуры, думая, что этот мужчина может сделать тебе что-то плохое. А вы там милуетесь. Отлично. Я уверена, что это произошло в тот день, когда тебя привезла это сводня, святая тетя Эва. Ещё я уверена, что она устраивала все встречи. Что ещё она сделала? Чему ещё способствовала эта аморальная сеньорка? Замолчите! Вы хотите и дальше слушать самих себя? Я не знаю, какое у тебя оправдание, но как бы то ни было, тебе нет прощения. Да, бабуля, это было в тот день. Именно в тот день. Эту встречу не планировали ни мы, ни Эва. Судьба захотела свести нас, бабуля. Я не верю ни в судьбу, ни в звёзды, но я уверена, что Маурисио... Это... Любовь в моей жизни. Нравится вам это или нет? Ты смотри, любовь в её жизни. Ты слышишь, в 18 лет она говорит, что этот тип – любовь всей её жизни. Да, бабуля. Хочешь – принимай это, хочешь – нет. Я верю в это. Я верю в то, что мы не можем быть вместе. Это я понимаю. Только мы единое целое. Маурисио – я, это один человек. Я безумно страдала, потому что не верила ему. И слишком верила себе. Поэтому мне было так больно. Но я предупреждаю вас. Я ношу его ребёнка, и никто... Никто... Не заставит меня... Усомниться и отказать ему в отцовстве. На что ты намекаешь, Рахелио? Ты знаешь, кто убил моего сына? Ты на это намекаешь? Сначала выслушай меня. Ты знаешь, что за несколько месяцев до его возвращения в страну я встречался с Франциско во Франции. Да, да, я знаю. Он мне сказал по телефону, что вы встречались. У него была тяжёлая финансовая ситуация. Это я тоже знаю. Прекрасно. Он одолжил очень крупную сумму своему другу Маурисио. Мы с ним обсудили возможность того, что я куплю, его акции в нашем журнале. Я хотел помочь ему. Ты понимаешь? Да, долгий Маурисио, я тоже знаю. Но я хотела остаться в стране, не вмешиваться. Они были такими хорошими друзьями. Эльвира, Эльвира, Эльвира. В бизнесе нет друзей. И об этом говорю тебе я, старый лис. Поэтому я тебе и сказал в начале разговора, что Франциско был слишком, слишком хорошим человеком. Подожди минутку. Ты хочешь сказать, что Маурисио причастен к смерти моего сына? Маурисио Далавега убил моего сына? Стало быть, у Маурисио не такая простая ситуация. Допрос Рахилио Вивусе дал больше вопросов, чем ответов по чекам. А ты не думай, старик. Допроси его снова. Нет, думаю, я на какое-то время оставлю его в покое. И начну поиски с другой стороны. То есть ты ему не веришь? Этот тип очень ловкий. Если он сказал правду, у Маурисио настолько серьезная проблема, что он даже сам не представляет. Рахилио, мне нужна полная искренность с твоей стороны. Ты считаешь, что Маурисио имеет отношение к исчезновению моего сына? Я только знаю, что Франциско не хотел, чтобы Маурисио узнал, что я покупаю его акции. Почему? Эльвире, это очевидно. Маурисио должен Франциско крупную сумму. Если бы я купил его акции, логично, Маурисио был бы прижат финансово. И вдруг Франциско пропадает, а его место занимает Дезире. Ты пойми эту ситуацию, вникни в нее. Не говори мне только про эту Дезире. И теперь Маурисио и Дезире основные акционеры журнала и заправляют всеми делами. Мне кажется, это очень подозрительно, правда? Бедный мой сын. Меня меньше всех интересовало исчезновение Франциско. Ты хорошо знаешь, у меня большой бизнес, поэтому я не придал этому вопросу большого значения. Да, да, я знаю. Меня удивляет, Рахелю, что ты забеспокоился именно сейчас и что намекаешь на мужа своей дочери. Не понимаю, ей богу. Да. А ты знаешь о несчастном случае с моей дочерью, Эльвира? Да, да. Я слышала в клубе. Так вот, Эльвира, ты удивишься, но я убежден, что инцидент с моей дочерью не был случайностью. За этим стоял мой зять, который преследует свои интересы. Я хочу тебе сказать, что сейчас я боюсь за свою жизнь, потому что со мной может произойти то, что произошло с моей дочерью. И поверь мне, эти подозрения имеют под собой основу. Субтитры создавал DimaTorzok Где Карлота? Осталась в номере. Она очень нервничала, и медсестре пришлось дать ей успокоительное. Что так? Разволновалась, увидев тебя. Меня это удивляет, Мурисио. Вчера между нами все было хорошо, я даже сопровождала ее к врачу. Клянусь, я ей даже не намекнула о своей страсти к тебе, Мурисио. Пойду прогуляюсь. Так не может продолжаться Рахерио. Мы должны что-то сделать, чтобы остановить этого человека. Нельзя, нельзя, пока у нас не будет доказательств, Ливира. Доказательств? Конечно. Поэтому я стараюсь притворяться перед ним, и тебе советую делать то же самое. Если Мурисио заподозрит о том, что мы все знаем, он уничтожит все улики против себя, он сможет это сделать. Рассчитывай на меня, Рахерио. Я готова узнать правду. И если Мурисио убил моего сына, и сейчас покушается на жизнь твоей дочери, я сделаю все, чтобы Мурисио провел остаток жизни в тюрьме. Клянусь. Я это сделаю. Я не думаю, что Рахерио Вилас может говорить о таком деликатном деле вот так, легкомысленно. Меня очень беспокоит его намек на Мурисио. Мне совсем не нравится, что он был должен тому парню несколько миллионов. Наверное, он не зря забросил информацию о его исчезновении. Этого беднягу звали Франсиско Рохас? Да, Франсиско Рохас, близкий друг Мурисио, о котором никто ничего не знает. Мурисио пытался узнать его место пребывания. Мурисио не такой кроткий, как кажется старик. Парень оказался еще тем ловкачем. Это еще предстоит выяснить. Не торопись с выводами. То есть все осложнилось? Исчез человек, которому Мурисио должен несколько миллионов. Это новая информация, и очень-очень важная. Так что нужно действовать весьма осторожно. Ты здесь? Хорошо, что тебя застал. В чем дело, Армандо? Где ты был? Я свяжу твою память, сын. Я потерял пистолет, из которого пришил мужа Дозире. Он случайно не у тебя? Отвечай. Это твой брат Омберто, верно? Спрячу в офисе Мурисио. Здесь отец уж точно не будет искать его. Что ты потерял в моем доме? Зачем ты туда ходил? Объясни. Да, я был у тебя дома. Не стану тридцать. Я пошел туда, потому что не устоял от соблазна поздравить твоего Монолита. Я пришел и поздравил его. Может, скорее спровоцировать его, Армандо? Если честно, я не вижу оснований, чтобы ты кого-то поздравлял. Как это? А тут факт, что этот нахлебник, этот хиппи не только вошел в твою жизнь, но и поселился в твоем доме. Это разве не основание? Тогда что же может быть основанием? Ты прелесть, Армандо. Армандо, я тебя знаю. Ты же сам не веришь тому, что говоришь. Зато ты веришь бездельнику, который стал твоим женихом. Давай кое-что проясним. Я буду тебе очень благодарна, если ты будешь уважать Моноэли. Какое уважение. Этот тип дикарь. Мозгов у него нет, он умеет действовать только кулаками. И вот доказательства. Посмотри на это. Самолет ждет. Мне нужно заехать только домой и взять чемодан. Как скажете, патрон. Сейчас комаче, чем раньше, тем лучше. Я не позволю Дозире смеяться надо мной. Поехали. Определенно, эти двое перепутали мою гостиную, сэ. Ну и где моя ваза? Привет, Энрикета. Мануэль, будь любезен, объясни, что здесь произошло. Идем. Это здесь. Только давай работать, молча. Хорошо. Думаю, мы готовы. Пошли. Туда. Я очень сожалею, Энрикета, но я должен был поставить этого типа на место. Мне надоело, что он вмешивается в нашу жизнь. Правда, меня немного занесло, это правда. И даже разбилась твоя ваза. Извини. Ладно, об этом забудь. Чудо, что вы вообще не убили друг друга. Лучше бы это, чем позорить тебя перед соседями. У двери собралась толпа любопытных, которые пришли посмотреть, что здесь происходило. Их было совсем немало. Ты что, серьезно? Да, пришел даже охранник. Он вошел в мою квартиру? Я не знаю, что сказали ему соседи. Он хотел проверить, что здесь происходит. Боже, какой стыд! Энрикетто, жить вместе кажется таким заманчивым и прекрасным, но это тяжело. Очень тяжело. Это означает, что ты отступаешь? Как приятно. Ты не могла бы так делать всю ночь? Дорогая, я была бы счастлива, если бы мне пришлось делать только это. Я очень тебя люблю. И я люблю тебя. Мам, я так хочу этого ребенка. Я хочу родить мальчика или девочку. Я хочу обнимать его, носить на руках, пока он не уснет. как это ты делала в детстве. Он скоро родится, дорогая. Осталось недолго. Время пролетит быстро. Все, теперь спать. До завтра. До завтра, дорогая. в чем дело, дорогая? не можешь заснуть? Нет. Напрасно я с тобой лежала. Ты бы уже давно спала. Прости меня. Нет, мамочка. Мне нравится, что ты такая. Я просто хочу пить. Пойду схожу за водой. Принеси мне. Я попью здесь. Не хочу спускаться. А ты спускайся тихонько, дорогая. Не разбуди бабушку и Расиду. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok